Видео про игры, которые наказывают играющего за крутость, определённо вам зашло, и это круто, простите за тавтологию, так почему бы не продолжить столь плодотворную тему? И кстати, привет! С вами Айвори. На уютную телегу подписывайся, лайк прямо сейчас, пожалуйста, поставь комментарий, черкни, на регулярные стримы забегай, а теперь всем приятного просмотра ииии... понеслась! Гатхенд это запредельно хардкорный, бизарный, и я не побоюсь этого слова, уникальный битэмап, с глубокой, как марианская впадина и многослойной, как бабушкин торт, боёвкой. Если ты задался целью пройти гатхенд на сложности выше лёгкой, то хочешь не хочешь, а придётся освоить все тонкости и нюансы местной боевой системы, иначе дальше первых уровней ты вряд ли продвинешься. Вместе с тем, в процессе прокачки собственного скилла советую не слишком-то усердствовать, ведь как только ты начнёшь играть слишком круто, игра быстро напомнит тебе о том, где находится твоё законное место. А вам не кажется, что ваше место возле парашей? Прикол Гатхенд заключается в динамической сложности, которая моментально подстраивается под навыки играющего, делая при этом больно, либо невыносимо больно. Всего градаций скиллозависимых под уровней сложности 4. Первый. Уровень для казуалов. Жму, что хочу, и даже иногда побеждаю. Уровень 2. Ого, оказывается, этот бездарь способен хотя бы изредка не танчить урон лицом, а значит, пора бы задать ему жару. Уровень 3. Как бы, говорит игра, видит твои старания и значительно усиливает врагов, бросая тебе ощутимый челлендж. И, наконец... Смерть. Ты настолько крут, что аж кулаки сжимаются и зубы скрипят. А посему Гатхенд решает сломать тебе ебало, дабы ты, Аки, маленькая девочка, плача и серя под себя, дропнул тщетные попытки. И больше никогда не возвращался к играм сложнее интерактивного кинца. И я нисколечко не преувеличиваю. Быть крутым в Гатхенд это буквально синоним мазохизма. Cundown Vampires это один из лучших клонов классической линейки Resident Evil с Блэк Джеком и вампирами. Несмотря на вторичность, игрушка снискала большую популярность в наших широтах, а вот на западе осталась практически незамеченной. Будучи подростком, мне довелось не единожды пройти сие творение, причем за оба сценария. Да-да, эту резидентскую фишку создателя вампиров тоже не постеснялись подбрить. При всем при этом я и подумать не мог, что в игре присутствует наказание для крутых игроков, коим я, по-видимому, являлся. В финальном акте протагонисты обязывают одолеть трех магов, уложившись при этом в строго отведенное время, после чего предстоит победить главгада истории. Классический двухфазный босс-файт, ничего особенного. Только показав себя скилловым парнем и одолев последнюю вампирюгу, ты получишь лишь плохую концовку. Но кто бы мог подумать, что у игры в загашнике есть еще один истинный финал, для открытия коего нужно, ты никогда не догадаешься, намеренно проиграть злодею. В случае проигрыша у героя внезапно откроется второе дыхание, он мутирует в кровосысу и все равно надерет жопу крылатому вурдалаку, вот только теперь нам покажут секретную лучшую концовку. Быть крутым в играх, несомненно, приятно, однако куда круче иметь возможность пополнять стимовский кошель без лишних усилий и запутанных манипуляций. При помощи сервиса Steam Balance можно перевести деньги на свой кошелек в стим буквально за пару минут, причем с минимальной комиссией. Сейчас данная информация особенно ценна, ведь весенняя распродажа стартует 16 марта, так что слушай внимательно. Все проще некуда, следи за руками. Вводишь логин, выбираешь удобный способ оплаты, банковская карта или электронный кошелек, жмешь пополнить и все. Деньги уже в твоей паровой кубышке, проверяй. Также на Steam Balance есть удобный агрегатор скидок. Он содержит в себе полную компиляцию всех стимовских игр, на которые в данный момент распространяется скидочная акция. Благодаря данной фиче ты всегда будешь в курсе самых вкусных цен. Что не менее приятно, тут же можно посмотреть скриншоты, трейлеры и системные требования интересующей игры. Пользуюсь сам и тебе рекомендую. Кстати, не забывай мониторить паблик Steam Balance ВКонтакте, так как в нем частенько проходят денежные розыгрыши, плюс есть отзывы от реальных пользователей сервиса. Ссылочку на сайт и группу ВКонтакте я разместил в описании под видео. Четвертая и пятая часть Resident Evil, помимо очевидных уровней сложности по типу Easy, Normal, Hard, Veteran и Professional, содержит в себе скрытую от глаз игрока механику динамической сложности. Работает это дело примерно так. В случае, если пользователь показывает хорошие результаты, редко умирает, метко ставит хедшоты и почти не расходует важные ресурсы, четвертая резьба автоматически усложняет геймплей, вываливая на крутого плеера удвоенное количество более умных и агрессивных врагов, уменьшая при этом общее количество патронов, разбросанных по локациям, и практически ликвидируя хилки, бросая тем самым серьезный вызов. В пятерке механика динамической сложности стала еще более запутанной и оттого суровой. Во время игры пятерочка подсчитывает скрытые очки, которые даются за правильные действия, как то меткая стрельба и ежесней. Между тем, в пятой части аж 11 отдельных подуровней сложности. И на самом последнем, доступном только мега хорош игрокам, противники наносят урон в три раза превышающий обычный, в то время как входящий дамаг по недругам режется на бесчеловечные 88%. Вывод. Играешь в резик? Кончай выеживаться. Дольше проживешь. Каждая уважающая себя файтинг франшиза обязана бросить решающий вызов в виде мега сильного и, как правило, нечестного финального босса. В Mortal Kombat данную роль брал на себя могучий Шаукан, а в Street Fighter мемный М. Байсон. Одолеть перекачанного диктатора очень непросто, если, конечно, ты не хардкорный игрок. Впрочем, на любую силу найдется управа, и в финале Street Fighter 2 Turbo ты в этом убедишься. Докажи свою крутость, пройдя игру без использования контов, да еще и уложись в 20 минут. И тогда место Байсона займет сильнейший боец серии Акума, который с удовольствием и особым пристрастием продемонстрирует, насколько жалок и незначителен твой геймерский скилл. И это не пустые слова, ведь Акума изначально задумывался авторами как наказание для слишком умелых игроков. Скарлетт Нексус Скарлетт Нексус — это увлекательное JRPG-приключение в киберпанк-сеттинге. В ходе игры тебе предстоит взять под контроль несколько отрядов бойцов, наделенных различными сверхспособностями. Тут тебе и телекинез, и невидимость, и перекинез, и суперскорость. Короче, полный набор. Марвел обзавидуется. Вместе с тем, самой имбовой цыганской магией однозначно является так называемое мысли-поле. Иными словами, ульта, которая появляется у протагониста по сюжету. Внутри мысли-поле игрок становится заправским гигачадом, карающим все живое. Однако, у столь крутого скилла есть неприятное ограничение. Увлекшись демонстрацией собственной пиздатости, игрок рискует примерить деревянный макинтош аккурат во время боя. Дело в том, что после активации поля в уголочке экрана начинает тикать 40-секундный таймер, про который очень легко забыть в полубое, особенно учитывая количество объектов, то и дело кружащих по экрану, утопающему в вырвиглазном кислотном неоне. Короче, понтуйся, но про часики не забывай. Возможность бегать в играх — это далеко не самая крутая способность. Тем не менее, бег значительно экономит реальное время игрока. А вот это уже круто! Помнишь мемную милипиздрическую выносливость Костеланоса и злого Вазелина? Так вот, поиграв Lunar Dragon Song для Nintendo DS, ты поймешь, что зря наговаривал на горе детектива. Трудно поверить, но в Dragon Song есть неуместная механика наказания за бег. За каждую секунду побегушек персонажи теряют несколько единиц здоровья, которое не восполняется после прекращения движения. Конечно, можно предположить, что так разработчики пытались наказать спидраннеров, убегающих от противников. Но при этом здоровье у персонажей по какой-то непонятной причине отнимается и в мирных локациях, что попросту нелогично. Получается, если хочешь быть крутым и стремительным игроком, знающим цену собственному времени, будь любезен таскать с собой огромную сумку с хилками. Пылесосив масштабную карту Cyberpunk 2077, ты рано или поздно наткнешься на квест, в ходе которого главный герой Ви получит свое распоряжение умный и своенравный пистолет по кличке Скиппи. Перед началом работы смышленый огнестрел поинтересуется, какой режим огня ты и предпочтешь. По цифизму щеночки, он же нелетальная стрельба по коленным чашечкам, или же хладнокровный убийца, то бишь все пули автоматически летят строго в темечко. Естественно, большинство игроков при первом прохождении выбирает убийцу, ибо, во-первых, резня это круто, а во-вторых, в Найт-Сити нет места гуманности. К несчастью, данное решение приведет к неминуемому наказанию. Спустя 50 убиенных неписей, Скиппи принудительно переключится в нелетальный режим, заодно осудив твою кровожадность. Почему я не могу убить Коли 50 человек? Ответ, Чумба, ты совсем ёбнутый. Сходи к мозгоправу, обеи колесики. Быть может, ты не знал, сейчас разомнил олдскулы. Нимфа Спит Андеграунд не стесняется наказывать красующихся игроков, причем довольно нечестными методами. Обычно Андеграунд использует два способа усмирения геймерских амбиций. Первый. Чем больше ты прокачиваешь свою тачку в тщетной попытке создать запредельно крутое ведро, тем быстрее начинают ехать противники, превращая твои потуги в разочаровывающее ничто. И второй. Своеобразный аналог динамической сложности, про которую я ранее рассказывал. В случае, если ты слишком быстрый и легко обгоняешь соперников, игра моментально ускорит отстающих оппонентов. В итоге, дабы лишний раз не напрягаться, бывалые игроки рекомендуют не улучшать тачки от слова «совсем». Это значительно снизит визуальную крутость, зато ощутимо упростит игровой процесс. В культовой экшен-рпджи Вагранд Стори присутствует уникальная механика риска. Работает она следующим образом. Главный герой способен совершать цепочку комбо-ударов с различными эффектами. И тут, как в каком-нибудь файтинге, чем длиннее и разнообразнее серия ударов получится, тем круче ты играешь. Между тем, у столь впечатляющего стиля игры есть вполне ощутимые последствия. Чем дольше и продолжительней протагонист атакует, тем больше растет шкала риска, которая мало того, что обнуляет шанс уклонения от атак противника, так еще и значительно снижает твою защиту. Так что крутость Вагранд Стори несет с собой определенные риски. В первой части видео я сетовал на лютость копов из мафии. Мол, из-за их бдительности просто невозможно стать крутым нелегальным гонщиком. Посему вместо лихачества приходится ездить со скоростью черепахи, соблюдая правила дорожного движения. Однако игрушка The Gateway, вышедшая немногим позже оригинальной мафии, пошла еще дальше, сделав местных хранителей правопорядка заправскими беспредельщиками. Кроме шуток, в The Gateway нарушение дорожных заповедей карается не штрафом, а самой настоящей смертельной казнью. Здешние копы найдут и достанут из-под земли всякого игрока, посмевшего превысить скорость, после чего по заветам великого вождя расстреляют на месте, без суда и следствия. Valve в своем легендарном шутере Left 4 Dead крайне необычно и креативно реализовали систему динамической сложности. На протяжении игрового процесса количество патронов, аптечек, монстров и ежесними регулирует искусственный интеллект, режиссер. И нетрудно догадаться, что чем круче игроки справляются с поставленной задачей, тем сложнее становится игра. Легчайше отбились от зомби, потратив минимум аптечек и патронов? Получите и распишитесь огромную орду гниушников, а также нарочитую нехватку ресурсов на карте. В итоге, чем лучше ты будешь играть, тем больше усилий приложит режиссер, дабы создать достойный челлендж, или же попросту прикончить тебя. Есть чем дополнить? Жду тебя в комментариях. Также прошу поставить лайк, дернуть похотливый колокольчик и подписаться на телегу и дзен. Для оказания добровольной финансовой поддержки прошу проследовать на Бусти. Все ссылочки в описании. Традиционный низкий поклон каждому Бусти-спонсору. Гайс, я вам очень благодарен. И тысяча благодарностей донаторам на стримах. Чатик, вы делаете мои будни значительно ярче. На этом все. Всем удачи и пока.